Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 8. Урок 8. А. Вписанные углы А1, А2, А3 опираются на дугу ВС. Измерь их величину. Измерим величину вписанных углов. Угол А1 равен 60 градусов. Угол А2 равен 60 градусов. И угол А3 равен 60 градусов. Получается, что угол А1 равен углу А2, равен углу А3 и равен 60 градусов. Пример В. Измерь вписанный угол Е1. На какую дугу он опирается по строй. И измерь вписанные углы, опирающиеся на ту же дугу. Измерим угол Е1 равен 60 градусов. Опирается он на дугу ДФ. Построим и измерим вписанные углы, опирающиеся на эту дугу ДФ. Это будет угол Е2 и угол Е3. Красный и синий угол. Измеряем эти углы. Угол Е1 равен углу Е2 и равен углу Е3. Все они по 60 градусов. Что ты замечаешь? Мы замечаем, что все углы, вписанные в одну окружность и опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой. Задание В. Проверь свою гипотезу для углов, опирающихся на дугу МН. Можно ли утверждать, что наблюдаемая закономерность выполняется для всех вписанных углов? Проверим. Угол В1 равен углу В2 и равен углу В3. Все они равны по 60 градусов. Вписанные углы одной окружности, которые опираются на одну дугу, являются равными. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео. Пока!